Мама жены, работая в школе, будучи директором школы, начала работать с центром, направляя сюда детей, которые имели определенные проблемы. И так как бы завязала связь, поэтому информация все время была. Но она больше связана была с тем, как центр помогает детям. Меня зовут Дмитрий Дан Спивак. И я здесь пришел получить лечение облегчения, надежду. Мне 55 лет. В принципе, вел здоровый образ жизни. Все время плюс-минус занимался спортом. Особенно не переедал. История началась с поездки за границу. Вернувшись из этой поездки, почувствовал легкое недомогание, которое переросло в гриппозное состояние с высокой температурой, 39, лихорадило. На этом фоне что-то начало, вдруг воспалилась ступня на одной левой ноги, так что он просто не мог наступать. Ну, подумал, что-то связанное, видимо, как-то неудачно подвернул. Но вот это состояние продолжалось, вот это гриппозное, оно потом выразилось, дальше продолжилось где-то в дни 10 сильнейшей диареей. И вот в этот период вдруг, как бы можно сказать, за ночь опухло колено. То есть причем очень сильно, так что практически не мог наступать на левую ногу. То есть и ступня, и левое колено настолько распухло, что это выглядело, как будто я получил очень сильный такой травматический удар. Непонятно, что это такое было. Ну, обратились к семейному врачу. Ну, какое-то гриппозное состояние, то есть стандартное лечение. Ну, может быть, физиотерапию. Начали физиотерапию, но каждый физиотерапевтический сеанс был очень болезненный. То есть я выходил, мне нужно было где-то собраться, еще потом полчаса прийти в себя, потому что было ужасно больно. Облегчение не приходило. По вечерам была температура, ну, скажем, уже не 39, но 38, 38,6, где-то вот, ну, 38 плюс. Каждый вечер лихорадит, сильное потение, какое-то усиленное мочеиспускание. То есть приходилось бегать очень часто, что это тоже было странно. Это невозможно было спать, больно, больно колено, невозможно найти какую-то позу, чтобы в ней уснуть. То есть все это привело к тому, что я сбросил где-то за, наверное, пару-тройку месяцев, а это продолжается и продолжается, где-то килограмм, наверное, 15. Ну, в какой-то момент физиотераписты сказали, слушай, давай-ка, чтобы ортопед тебя посмотрел. Ну, сделали необходимые снимки, начали ультразвук, потом рентген, потом MRI, MRT. Вывод ортопеда был такой, это что-то не ортопедическое, тебе нужно к ревматологу. Я начинаю себя чувствовать как бы уже истощенным, истощенным. Аппетита нет, то есть я впихиваю в себя еду, чтобы просто поддерживать. И чувствую, что я с точки зрения тела и мышечной массы просто исчезаю. Ну, чтобы облегчить мое состояние, ревматолог дал мне стероидные препараты на месяц. Где-то это облегчило состояние коленки наполовину, но общее состояние не улучшилось, не становилось хуже. То есть, если вся история началась где-то с начала февраля, то придя, скажем, на начало июня, у меня вдруг опух большой палец на ноге, уже правой ноги. Причем сильно снова невозможно было наступать. И на этом фоне я уже, как говорится, и температура, температура 38,6 днем. То есть на этом фоне я уже, ну, мы решили пойти на госпитализацию первую. То есть когда пришли в больницу за эти три дня, там начали искать, сделали различные попытки, значит, укалывания, вытянуть жидкость из пальца, посмотреть, что там, заражение, не заражение, ну, дали антибиотику. Ну, то есть, выйдя из больницы, я обнаружил, что у меня вторая нога начала зажигаться. То есть общее состояние не изменилось. Наверное, через неделю где-то, прямо за ночь опухла вторая коленка. То есть, причем опухла так, что, ну, тоже невозможно наступать на ногу. Опухла щиколотка тоже на правой ноге. Ну, то есть по факту получилось, что ситуация ухудшается. То есть прошло уже, сколько, февраль, март, апрель, май, июнь, несколько месяцев, а я только достигаю, как говорится, пиковой ситуации. Ну, в этот момент, как бы, мое общее состояние стало таким, что я прямо чувствовал, что у меня нету сил. То есть я выжат. Жена тоже вмешалась, сказала, мы снова едем госпитализироваться. Хотя я сказал, давай, оставь меня просто вот полежать. Она сказала, нет, мы едем в больницу. Ну, то есть приехал в больницу. Единственное, что я могу сказать, что все, что связано с так называемыми параметрами, с воспалительными, они просто были бы шамаем. То есть, ну, врачи скажут, что, ну, видят, но редко. То есть все очень высоко. Во время госпитализации здесь сделали такие локальные вмешательства, как стероиды в коленку, стероиды во вторую коленку, вытянули жидкость, стероиды в пальцы. Ну, то есть такого плана вмешательства, которое принесло некоторое облегчение на... Ну, вот сейчас. То есть можно было немножко наступать, то есть, ну, привставать. Вот. Но общее состояние оставалось таким же. С точки зрения конвенциональных врачей, то есть они сделали максимум, и лечение, которое было предложено, это биологический препарат. То есть это, ну, моноклональные антитела, которые, в принципе, ну, дадут симптоматическое облегчение. Они очень эффективны, но они идут со значительной побочкой, которые связаны с иммунной системой. И все шло. Либо моноклональные антитела, так называемые мабы, либо дать шанс альтернативному решению. Много лет назад, когда еще центр не существовал, то есть мне довелось приводить к Давиду свою сестру, которая болела раком. Это было давно. Мама жены, работая в школе, будучи директором школы, начала работать с центром, направляя сюда детей, которые имели определенные проблемы. И так как бы завязала связь, поэтому информация все время была. Но она больше связана была с тем, как центр помогает детям. Ну, понятно, что передвигаться в этот момент я мог только с двумя костылями потихоньку. То есть, ну, доехать, мучение, вернуться на мучение, потому что ты сидишь, как говорится. Но, тем не менее, я принимал довольно-таки высокую дозу нестериодальных препаратов. То есть я принимал наксин 1000 миллиграмм. То есть, ну, это такая мега-доза. Но облегчение, скажем, в боли, чтобы начать как-то двигаться, не чувствовал. Поначалу доктор Гольдберг сделал диагностику по методам центра. Ну, то есть это не то, что, скажем, я встречал где-то в конвенциональных, в кабинетах конвенциональных, скажем, врачей. Я, да, принес с собой все свои блат-тесты, которые были сделаны. Ну, вот все, что, так сказать, снимки, чтобы все это показать. Да, с медицинской точки зрения пациент пришел к нам достаточно хорошо обследованным. Единственная, как бы, ситуация, сложившаяся и приведшая к такому затяжному состоянию ухудшения пациента, состояла в том, что нет настороженности у докторов к определенному виду заболеваний. То есть, скажем так, диагностически не продумали сложный случай, который мог бы привести к вовремя поставленному диагнозу и правильно назначенному лечению. В этой ситуации, я считаю, что произошло бактериальное поражение. Бактериальное поражение, которое дало осложнение на суставы, это достаточно часто встречающееся осложнение, но чаще всего оно проходит очень легко, и пациент обычно жалуется вот на те самые недомогания по типу вирусной инфекции с жидким стулом. И такие суставные боли, которые называются в медицине летающими, они проходят. Здесь получилось так, что осложнение было очень выраженное, и, скажем, не вовремя начатая правильная терапия, она привела уже к следующим ситуациям, которые вызвали и отек, и нарушение функции, и нарушение взаимодействия иммунной системы и ответа организма на какие-то инфекционные очаги. Поэтому, когда, скажем, я увидела анализы, хотя обследование, еще раз повторюсь, было проведено в полном объеме. Когда я увидела результаты анализов и, как бы, такое объективное обследование пациента было проведено, стало понятно, что работа будет заключаться достаточно длительно и объемно. Почему? Потому что для начала нужно было справиться уже со всеми, как бы, накопившимися токсинами, со всеми накопившимися реакциями на введенные препараты, на какое-то, значит, уже там проведенное симптоматическое лечение. Мы обсудили с Юсефой тактику лечения, и, в общем-то, потихонечку-потихонечку это стало давать положительные результаты. Доктор Гольберг определила диагноз по своему методу, и после этого, я так понимаю, посоветовавшись с Юсефой, то есть, я был передан Юсефе на непосредственное лечение. И с этого уже начался сам процесс. Сначала он был более интенсивный, то есть, я приходил на терапию руками Юсефы два раза в неделю, ну, потому как мне было объяснено, потому что здесь я шел открытый. То есть, вот, вот мое состояние, вот то, что я чувствую, и если что-то изменится, я это тоже почувствую. Изменения, вот, как бы, по аналогии изменения наступают, это как смотреть на растущее дерево. Если смотришь каждый день, ты не видишь, как у него растут листья, удлиняются ветви. Но если ты какой-то промежуток времени проходит, и ты смотришь назад, ты вдруг обнаруживаешь, о, это произошло. Просыпаясь каждый день, я себя самоощущаю, осматриваю, что изменилось, но оно, как бы, накопительно, потихонечку. Я почувствовал себя лучше с точки зрения, скажем так, общего настроения. Вернулось настроение жить, можно сказать. Важно сказать еще один момент, что здесь впервые мне была определена, скажем, диета. Ну, как сказал доктор Гольберг, холод, голод и покой. Но, скажем так, холода особенно не было, значит, безжировая диета, безглютеновая диета, с определенными продуктами. Ну, я, в моем понимании, это было с целью убрать все, что может быть, как бы, вызывать воспаление с точки зрения физиологических процессов. То есть, и я жестко на это сел, на эту диету, выполняя ее. Ну, и также элемент покоя, потому что, ну, до сих пор о покое, как бы, речь не шла. И, по факту, даже вот в физиотерапию, когда делали, я очень старался, потому что я не понимал, что это такое, думал, ну, травматическое. То есть, оно не делало лучше. По факту, оно делало хуже, но как-то, ну, это было непонятно, никто об этом не говорил. То есть, ну, мы начали процесс в июле, в начале июля. Значит, сегодня мы в конце сентября. То есть, это июль, август, сентябрь. Где-то в середине августа, где-то в середине августа, я почувствовал, что я хочу встать. Я встал, скажем, на ноги с желанием ходить через боль, потому что до этого желания такого не было, через полтора месяца, это шесть недель. Я почувствовал, что я хочу встать. Вот. Ну, и как бы облегчая себе болевые ощущения немножко лекарствами, то есть, я начал делать дома потихонечку, каждый день физиотерапевтические упражнения и ходить. Где-то через, ну, наверное, недели-две я оставил костыли и стал ходить без костылей. Конечно, сегодня еще подниматься по лестнице мне нужна поддержка одного и перила, ну, потому что мышцы еще слабы и есть болевые ощущения. Вот. Но с точки зрения передвижения самостоятельного, то есть, ну, скажем, это выглядит сегодня, как ходят, может быть, пожилые люди. Но для меня на данный момент это большой прогресс, потому что моя, как говорится, ну, такая мечта была. А можно ли вообще нормально вернуться ходить? То, что я увидела, да, это было увеличение объема коленного сустава, пожалуй, что, наверное, там, один был по процентов на 70, второй на около 50 процентов увеличения суставов. Тугоподвижность, подавленное состояние, очень тяжело можно было человеку там вставать, ну, он сам уже рассказал, вставать, садиться, ложиться. Это все как бы вызывало некие такие неприятные ощущения. Но у меня лично сомнений не было в том, что это достаточно быстро будет купировано. Это сейчас кажется, что три месяца, это длительный период. Но на самом деле, учитывая весь необходимый состав, который нужно было провести, мероприятие, достаточно быстрый получили эффект. И, но, тем не менее, конечно, не скажу, что я не была удивлена и вооружена, когда я первый раз увидела, что Дан пришел без костылей, самостоятельно. Я это не упомянул, но весь этот период, он, конечно, психологически был очень тяжелый, потому что ты вдруг и здорово, так сказать, мужчины в 55-летнем расцвете сил вдруг превращаешься, по факту, в инвалида, который бессилен, и его, как говорится, движение тоже очень сильно ограничено. То есть, ну, психологически тяжело, потому что из опоры в семье ты превращаешься в обузу. А моя цель – вернуться обратно. Снова быть опорой, а не обузой. Взвалить на свои плечи всех и всяк. Ну вот, да. Вы задавали вопрос о том, насколько сейчас это по времени еще продлится до полного восстановления, но вот наблюдая сегодняшнее состояние, например, скажем, с суставами, с их там восстановлением, да, уже ситуация выглядит, ну, как бы неплохо, совсем неплохо. Но понятно, что произошли какие-то компенсаторные нарушения, предположим, с той же мышечной составляющей. И это еще предстоит с этим поработать. И гораздо, конечно, будет проще, когда мы получим возможность подключать дополнительные методы. Пока у нас работала только Юсефа. Мы стараемся никогда не накладывать один вид лечения на другой. Но сейчас, я думаю, что она нам позволит подключить какие-нибудь еще дополнительные методы. Нам нужно будет поработать еще со спиной, нам нужно поработать с позвоночником. И в ближайшее время мы получим отличный результат. Взвалим на него все его домашние беды и проблемы. Пусть тянет опять. Ну, мое... Здесь, знаете, как мое пожелание. Ну, дай Бог, чтобы ваши планы совпадали с той программой, которой Бог нам предполагает. То есть я на своем опыте убедился, что это не всегда так. Ты можешь планировать, но сценарий разворачивается по-другому. Я думаю, что это возьмет еще, наверное, несколько месяцев, чтобы вернуться в почти как было. Но, скажем так, видя, как продвигается процесс, что он двигается, и что это происходит, скажем так, силами моего собственного тела с помощью терапии, которую я получаю от Йосефы, то мне это дает надежду, что, ну, как в природе, то, что медленно растет, долго живет. Как деревья. Как-то так.